у ребенка ну нет музыкального слуха но все равно его можно развить каждого ребенка и чтобы он ну был и музыкальный и умел бы петь правильно совершенно верно эта тема которая не просто не обсуждается в наших научных кругах она настолько можно зафиксировано информационно что существует мнение что некоторые люди рождаются без слуха мне в жизни посчастливилось быть знакомым лично с двумя такими людьми я вам могу сказать интересную вещь каждый человек является продуктом своей мысли деятельности и нет людей без слуха мы не можем родиться без слуха у нас две ноги две руки глаза мы можем петь и говорить у нас у всех идеальный слух с рождения но дальше наступать интересное дальше под воздействием внешней сил а именно социального программирования мы начинаем себя перепрограммировать и люди люди которые относятся к тем как мы считаем у кого нет слуха на ком поставлено вот это климат это люди у которых внутри звучит такой мощный мысленный ритм что он сбивает их со звуковоспроизведения обычно это люди с очень мощным логическим мышлением они хорошие авторы нехорошо пишет они умеют что-то делать такое что никто не умеет из-за того что внутри у них очень мощно звучит этого звука не ритм который мешает войти на звуку который они издают и которые хотят в единую гармонию то есть они изнутри внутри они будут правильно но вот этот ритм внутренний он избивает и тут если вы хотите чтобы ребенок или кто-то он запел ладно прислушайтесь какой ритм у него внутри может быть внутри у него что такое интересное что и трогать не надо муж ему на роду быть написано математиком а у него там вот это стучание идет понимаете вдруг кому не надо он будет прекрасным танцором просто еще а вот я знаю знаю таких людей знаю что они очень хотят научиться петь и значит они достигают этого механическим путем то есть они ставили себе наушники музыку и просто повторяя 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 потихонечку выравнивают вот этот вот значит вот это раз синхрон они сами физиологически себе этого выравнивают но по большому по большому счету нужно заниматься здесь с влиянием социального программирования не отлавливать мысльный поток который вносит дисгармонию как раз выход когда человек хочет спеть что-то выходной сигнал так сказать и